Приветствую! Сегодня я расскажу. Уильям не будет кланяться. Гарри, почему все говорят о разводе, история ссоры, как Меган привыкла поступать с принцем. Убийца Кейт не имела права. Ноги королевы, причина раздора. Вы смотрите канал Deutsche News, меня зовут Альбина. Добро пожаловать на канал. Давно мы с вами не виделись и теперь я точно не шучу, потому что прошло около недели. Огромное спасибо вам за то, что вы поддерживаете нас. Спасибо, что смотрите и очень было много советов, комментариев по поводу моего солнечного ожога и даже обвинения в беспечности я читала. В любом случае, всем низкий поклон, огромное спасибо и я хочу начать с развода Меган и Гарри. Это австралийский канал Sky News рассказал в своем эфире о том, что принц Гарри и Меган Маркл терпят друг друга. Находится на грани развода и Гарри находится рядом с Меган Маркл по одной причине, потому что у них есть совместные дети. Других причин уже нет, потому что Гарри прозрел. С чего это вдруг? Так вот, Пол Баррел, бывший дворецкий Дианы рассказал об этом Sky News и всем остальным. Это интервью все размножили и теперь буквально из каждого утюга вновь эта тема о том, что Гарри и Меган точно разводятся. Но не все здесь так просто, буду рассказывать. Пол Баррел также рассказал о том, что Гарри и Уильям когда-то обращались к нему за помощью, за советом. И я хочу перенестись уже к другому таблоиду, и это Венити Фэр. Они пишут о том, что Пол Баррел явно сошел с ума и преувеличивает, потому что только недавно он рассказывал другой газете о том, что он не узнает своего любимчика, британского принца Гарри. Теперь он видит его злым, напыщенным, привилегированным. Это не тот мальчик, которого я знал. Если вы еще не запутались, то вот, пожалуйста. Далее Пол Баррел рассказывает о том, что оказывается, братья созваниваются. И что принц Гарри все рассказывает своему старшему брату, изливает ему душу про свой развод и про свое прозрение. Как вам такое? Конечно, все это неправда и подтверждений, кроме слов Пола Баррела, нет. И тут я хочу сказать уже от себя. Три года прошло с тех времен, когда нам предсказывали, что они в обязательном порядке разведутся. Естественно, не развелись. И уже пять лет они вместе отмечали эту дату. Вместо этого мы увидели двоих детей. Но принц Гарри и Меган это очень интересная пара. Они так любят каждый себя. Там столько эгоизма, что я верю именно в это. С этой точки зрения они могут пойти по разному пути. Несмотря на двоих детей, мы постоянно слышим о конфликтах Монте-Сита. Например, о том, что Гарри живет в гостевом домике. О том, что Меган что-то имеет там со своим Санчесом. О том, что... И этому были подтверждения совсем недавно. В этой погоне вы сами видели, как он себя вел. Невозможно себе представить, что какую-то женщину можно так приобнимать чужому человеку, охраннику. Я себе такого не представляю. Кроме этого, несмотря на всю слепоту принца Гарри, Вот недавно за Телеграф печатали статью о том, что он в Лос-Анджелесе снимает это элитное бунгало в Сан-Винсити. И остается там подолгу. Один. Этому есть доказательства. Но, к сожалению, они не поделились фотографиями. И я к чему веду. Вот Петра Нелла Уайт также в Daily Mail рассказывал о том, что источники Монтесита рассказывают ей о том, что Меган любит оставлять его дома, забывать его дома. Что ей теперь удобнее так. Она хочет блистать одна, когда она появляется на публике. И мы этому также видели подтверждение. Источник Петра Неллы Уайт рассказывает о том, что ей вдруг стало тесно в этой паре. Так что есть многочисленные звоночки. И вы, конечно же, наверное, помните или держите где-то там у себя в голове, герцогиня останется герцогиней и после развода. Никто у нее не заберет эту приставку, которая ей так льстит. Пока британские СМИ заливаются разговорами о предстоящем возвращении принца Гарри и о том, что Меган и Гарри точно разведутся. Они это знают, что Меган очень плохо влияет на их британского принца. И совсем недавно один из экспертов вообще разразился таким смешным комментарием, когда он сказал, что Гарри, мы так тебя любим, что выливаем всю грязь только на тебя и на твою семью. Как вам такое? То есть все эти публикации, все эти разговоры о его персоне и о его семье, все в нелестном виде, как вы знаете, все это оказывается из большой любви к принцу Гарри. Опять же, в Британию Анжела Левин, королевский эксперт и писатель, совсем недавно, буквально пару дней назад, заявила о том, что она докопается до истины. Что имеется в виду? Она про недвижимость. Она уверена, что принц Гарри купил себе недвижимость. Просто никому об этом не сказал, в том числе и Меган Маркл. У него есть, конечно же, какие-то свободные деньги, говорит Анжела Левин. У меня есть источники и я докопаюсь, где все-таки он купил себе недвижимость. Мне кажется, Анжела Левин просто не хочет признавать, что принц Гарри бесконечно глуп и вполне себе может сидеть, не покупая никакую себе тайную недвижимость от своей супруги. Как вы считаете? Я думаю, что он вполне себе живет без недвижимости. Эта недвижимость, которая находится у него в Монте-Сито, она, да, напополам поделит. Но как он ее поделит? Конечно, отдаст ей. Другой недвижимости пока что у него нет. Он гол как сокол. Кстати, постоянно европейские СМИ над этим громко-громко ржут. Преносимся в Австралию. Даниэла Эльзер, королевский эксперт, который очень часто громко-громко рассказывает в своих публикациях о личности Меганы Гарри. В этот раз также не обошла стороной момент, что Пол Баррел предрекает новый развод в этой семье, что Гарри прозрел. Она говорит, что ничего подобного. И Даниэла Эльзер вот что пишет. Давайте я вам зачитаю. Люди думают, что герцогиня применила какое-то калифорнийское сексуальное колдовство, чтобы увезти Гарри. И что это? Правильно? Это соблазнительные, злобные уловки актрисы, кабельной драмы, на которые он попался. Бедный принц, безмозглый, тупой, которого легко было обвести вокруг пальца, и какие-то шедевральные способности Меган Маркл в постели. Что люди в это верят, очень задевает Даниэлу Эльзер. Она считает эти все разговоры сексистскими, и считает, что у Меган нет никаких талантов в постели, что она просто-напросто взяла его нахрапом, увидела несчастного человека, и обернула ситуацию в свою сторону. Кстати, прежде чем я продолжу, у меня к вам вопрос, с какой позиции вы согласны? Вы считаете, что Меган использует свою сексуальную сторону для того, чтобы играть на нервишках и уме принца Гарри? Или все-таки второй вариант, когда Меган увидела несчастного человека и использовала это в своих интересах? Не преувеличивайте таланты Меган Маркл. Она была всего лишь кабельной актрисой. Он не был никак заколдован и околдован. Он просто дурак. Вот примерно об этом вещает Даниэла Эльзер. Она говорит, что герцог чувствовал себя всю жизнь обиженным и уязвленным, и он всех нас обманул. Что именно она имеет в виду? Она говорит, что вот эта вот напускная дерзость принца Гарри, то, какой он был любимчик, то, как он со всеми, скажем так, легко расправлялся, какой он был на веселе, постоянно улыбался, дружил с королевой, со всеми остальными, вся эта история вокруг веселого, доброго, смелого, дерзкого, главное, не лузера принца Гарри, это все обман. Такого принца Гарри никогда не существовало. Это уже всем должно быть понятно, утверждает королевский эксперт из Австралии. Она говорит, что за все это время принц Гарри слабый, нервный, постоянно уязвленный, который верил в ту ситуацию, что его, его мама родила только для того, чтобы он пригодился на запчасти принцу Уильяму, вот про эту ситуацию она рассуждает и приходит к тому, что он был слабым всегда, просто это никто не замечал или не хотел преднамеренно замечать, в том числе и его семья, или он уж очень талантливо это скрывал, во что мало верится. И она рассказывает о том, что у него всегда был враг, его личный Волан-де-Морт, и это британская пресса, он винил их во всех грехах и продолжает винить, как вы понимаете. Меган не уводила его, не обманывала его, она просто увидела слабости принца Гарри и использовала, как я уже сказала, что у актрисы, которая постоянно имела отношение только с ковриком для йоги, не могло быть таких изощренных талантов, не капала она ему в ухо ядом, и, конечно, она не леди Макбет, его главной способностью всегда была жалость к себе, и Меган вывела эту способность, и использовала, говорит Даниэла, и еще она говорит, что в свое время Анну болень, также называли пучеглазой шлюшкой, то же самое, мол, происходит с Меган. Я очень надеюсь, что все, что я вам рассказала, было интересно. Хочу от себя сказать, что Гарри и Меган, безусловно, понимают, насколько они нужны друг другу, насколько они выгодны друг другу. Гарри может не расходиться с ней только по одной простой причине. Правильно, я думаю, что многие из вас также думают, чтобы насолить своей семье, чтобы насолить принцу Уильяму и Кейт, и всем остальным нет, мы назло всем будем вместе, наша любовь сильна. Даже если он понимает, что его преднамеренно забывают дома, что его прячут за спину, и что его заставляют жонглировать апельсинами за окном. Все это мы с вами видели. А уж как они вместе со своей пиар-командой позорят свое семейство, это... ладно, это целых нескольких роликов надо рассказывать. Что вы думаете по этому поводу? Как вам новый грядущий развод Меган и Гарри? Обязательно пишите. И теперь интересный вопрос. Зачем британские Таймс копают под Кэрол Миддлтон? О чем это я? Она продала бизнес. Что опять не так? Оказывается, все не так. И целую страну всех налогоплатищиков могут заставить заплатить за кредиты этого семейства. Вот в чем причина. Буду рассказывать. Кэрол и Майкл во время пандемии у них были плохие дела. У них убытки достигли 900 тысяч фунтов стерлингов. И в этот момент, во время пандемии они взяли кредит. И не просто кредит, а весь мистерском банке. Что не так с этим весь мистерским банком и с этим кредитом на 170 тысяч, по-моему, фунтов стерлингов? Дело в том, что в те сложные времена правительство, кстати, Риш и Сунок, они приняли закон, по которому 80% кредита, если его не вернут, должны покрыть из налогов всех жителей Великобритании. Почему они до сих пор не заплатили? Вопрошает Таймс, этому вестмистерскому банку. Неужели они хотят заставить заплатить налогоплатищиков, потому что она является матерью принцессы Уэйской Кэтрин, потому что они родители принцессы Уэйской Кэтрин. Вот такая вот история. То есть, Кэрол и Майкл или сейчас заплатят, или банк захочет получить эти деньги из кармана налогоплатищиков. Что произойдет, посмотрим. Королева Камила, французские таблоиды, вспомнили ее персону. Кстати, они ее обожают. Что-нибудь гадостное обязательно печатают чуть ли не каждый день. Но в любом случае, в этот раз дело в ее внучках. Якобы Камила, когда давала интервью британскому ВОК, это важно, в 2022 году ей исполнилось 75 лет, и она давала интервью британскому ВОК, и сказала, что у нее волосы на голове шевелятся, когда она видит их накрашенными. И не дай бог, они обращаются к ней с просьбой проколоть уши. Я не знаю, при чем здесь Камила. Я не обращалась к своей бабушке, можно ли мне проколоть мои уши. Кстати, я это сделала, по-моему, лет 16, не раньше. Но очень даже интересно, почему это ее вводило в ступор и приводило в ужас. Она не хотела видеть, как они взрослеют. Это одно. Возможно, они исковеркали ее посыл. Но если Камила пыталась этим продемонстрировать аристократам свою добродетельность и свое внимание к внукам, то, мне кажется, она преуспела. И хочу сказать, что вот это появление ее дочери и ее внучек во время коронации, помните, как была одета ее дочь? Это было что-то уж очень старомодное. Опять же, Кэтрин, которая взяла на работу убийцу. Хочу сказать про эту историю отдельно. Ни в коем случае не защищая в этот раз семью Уэльских, почему они тщательно не проверяют, кого они нанимают на важные должности. Сейчас расскажу, что за должность, что произошло. И я считаю, что это недопустимо. Согласны вы со мной или нет? Конечно, возможно, они не лично должны проверять эту информацию о поступающих на работу. Но, в конце концов, кто-то должен за это отвечать, когда каждый заголовок кричит о том, что Кейт Миддлтон принцесса Уэльская приняла на работу убийцу. Кстати, принц Уильям в связке не идет, как будто она живет отдельно. Пол Карбери, который работает на принца и принцессу Уэльских и занимает важную должность, возглавляет фонд, он, оказывается, в 17 лет убил человека и ранил еще одного человека ножом. И это было в 79 году, но теперь эта история всплыла, потому что его опознали. А он успел с тех пор, с 79 года, сделать голубокружительную карьеру. Кто он такой, этот Пол Карбери? Он работает на семью Уэльских и оказался в прошлом действительно преступником. Он возглавляет ассоциацию действий в интересах детей, которая особенно близка сердцу принцессы Уэльской, которая помогает и курирует этот фонд уже давно. В 79 году Пол Карбери, когда ему было 17 лет, пять раз ударил ножом будущего отца в поезде и ранил еще одного пассажира. В то время он был членом банды, которая орудовала в его родном городе Глазго. Почему будущий отец? Потому что у человека, которого он убил с помощью ножа, как вы понимаете, вскоре после этого родился ребенок. Его жена в этот момент была беременна. Пол Карбери отсидел пять лет. Он не признавал свою вину в то время, когда его судили. И так и сел. Отсидел пять лет, но так и не признал свою вину. Сейчас он признал свою вину. Неужели так на него подействовали принцы принцесса Уэльски? Ну и, конечно, приближенные к семье заявили о том, что Кейт и Уильям не имели никакого понятия о том, что у него столь грязное прошлое. Команда, которая работает на Кенсингтонский дворец, должна была проверить эту информацию в любом случае, потому что все те, кто работал рядом с ним, кто был его подчиненным, знали о его прошлом, но молчали. То есть, они намекают на тот момент, что Уильям и Кейт не могли не знать о его прошлом. Месть – это блюдо, которое подают холодным, пишут европейские СМИ. Американцам очень понравилась эта формулировка. Речь про Анжелу Келли. Анжела Келли должна возглавить целое шествие желающих отомстить королю и королеве консорт. Не консорт, но консорт, но Камиле. В любом случае, хочу сказать, что Анжела Келли получила карт-бланш. Королева Елизавета II защитила ее и дала ей те самые письма, которыми она может воспользоваться и напечатать все-таки свою правду о том, что происходило в королевской семье. Скорее всего, про это все вы слышали. Об этом вы читали. Информация появилась несколько дней назад, но так как мы не работали, я не рассказывал. Вот рассказываю. И здесь никто не написал о том, что Эдвард Ян, который в тот момент был главным помощником Елизаветы II, скорее всего, но этого не может быть. Мне кажется, чтобы он не знал об этих письмах. Значит, он об этом знал и промолчал и дал королю заключить неполноценное соглашение с этой Анжелой Келли, раз теперь она может воспользоваться этими письмами и перечеркнуть весь договор с королем и королевой Камилой. Сейчас мы узнаем, что у нее есть карт-бланш, есть те письма от Елизаветы и она ими. 99% воспользуются и это будет местью со стороны Анжелы Келли и всех недовольных. Представляете, что она может рассказать? Что на самом деле происходило во время борьбы за трон, потому что часть, конечно, хотел, чтобы Елизавета II отреклась, а та сказала, что она будет королевой до конца, пока дышит, как вы помните. И здесь очень интересный момент, они рассказывают о том, что король возненавидел Анжелу Келли за ее последнюю книжку. Там был момент, фотография, где на шезлонге в очень интересной позе лежит Елизавета II и что, мол, с этой стороны нельзя было показывать публике Елизавету II. Вместо того, чтобы создавать благородный образ космонархии Анжела Келли, мол, якобы все портила, она слишком приземленная, слишком ливерпульская, слишком бедная, неинтересная, но имеющая столько власти над Елизаветой. Конечно, она раздражала Чайза, много знала о Камиле и все это, конечно, подводит Анжелу Келли к той ситуации, в которой она находится сейчас. Они подписали контракт, договор, король и Анжела Келли. Она получила этот дом временно. Мы вам рассказывали, по-моему, на Амуре Роял, но этот контракт на то, чтобы она молчала и отказалась от публикации книг, не имеет никакого значения, и она об этом знала заранее, потому что у нее на руках находятся письма, которые ей дала лично Елизавета II за ее подписью. А значит, это был преднамеренный обман со стороны Анжелы и Эдварда Янга и всех тех, кто знал о том, что у нее могли быть такие письма. И сейчас король якобы намерен защищать честь своей матери в суде, если Анжела Келли попробует что-либо напечатать. Вот какие страсти. Хочу сказать от себя, что не верю ни одной секунды, что король хочет защищать свою маму. знаем, кого он хочет защищать. Ту, которая спит в соседней спальне и себя. Не поклонился намеренно Джуди Джеймс со своими рассуждениями и с тем, что принц Уэльский Уильямс специально, преднамеренно, ненамеренно, но в любом случае не поклонился и нарушил протокол. Конечно, речь идет о королеве Камиле и об этой ситуации с Уэльскими. Когда они находились на концерте, когда эти двое проходили, принц Уэльский Уильямс должен был, пропуская королеву, поклониться. Он этого не сделал. Почему, рассказывает Джуди Джеймс, эксперт по языку тела. Но, забегая вперед, хочу сказать, что я уже вам рассказывала о том, что принцесса Шарлотта также не поклонилась и принц Джордж оказывается тоже не поклонился. Я, кстати, в этом моменте сомневаюсь, потому что я, по-моему, видела, что он немножко кивнул головой. Ну, а поклонилась только принцесса Уэльская Кэтрин, когда проходила королева. Потому что он считает, положа руку на сердце, что он в данной ситуации не должен ни в коем случае кланяться королеве Камиле. Не должен и все тут. Никто на его месте не кланялся бы. Вот и он не будет кланяться. то, то, что произошло с его матерью, то, что произошло с Камилой и с Чальзом, то, что в этой семье так и осталось необговоренным. Я в этом уверена, что каждый просто молчит и терпит друг друга. Я, естественно, про отношения между Уильямом и Камилой. Здесь он выбрал правдивую позицию. То есть он не станет себя как-то заставлять. Он не станет склоняться. И он считает это очень даже правильным. И этот эксперт Джуди Джеймс говорит, что он чувствует себя хорошо, не кланяясь Камиле и намерен явно делать это и далее. И что это очень заметно по всем его движениям и во время коронации и всех этих мероприятий. И она также подчеркивает, что Уильям оказывает влияние на всю семью. И что дети также не чувствуют в себе никаких желаний кланяться Камиле. И это также стоит принять и понять. Оставляет в покое эту Джуди Джеймс с ее размышлениями правильно это или неправильно. Кстати, как вы считаете правильно, что он не кланяется? Я считаю, что правильно. Дети, они, конечно, все слышат и видят. И они не считают ее своей бабушкой, но и у Камилы есть свои внуки. Мне кажется, это стоит просто принять действительно как давность. На этом все, уважаемые зрители. Надеюсь, этот выпуск на канале Дочи Ньюс вам понравился. Обязательно заглядывайте в наши социальные сети, делитесь нашими видео через ваши мессенджеры. Рассказывайте о нас своим подружкам, друзьям. Мы с Кариной будем благодарны. Еще хочу подчеркнуть, что вы можете найти дополнительную информацию и ссылки на наш канал Амора и Ройл в инфобоксе. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо огромное, что смотрите, за поддержку, за все ваши советы. Всех вас люблю, обожаю. И, пожалуйста, берегите себя. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok